День добрый! Данный ролик не является рекламой каких-либо продуктов, это просто рассказ о решении какой-то проблемы на основании личного опыта. Он не имеет отношения к фотографии, он интересен для пользователей операционной системы macOS и тех кто использует iphone. В преддверии отпуска я купил себе диск фирмы 1С, путеводители по авене и захотел сконвертировать его в формат аудиокниги для айфона, что с диском в путешествии делать нечего и возникла такая проблема. Значит вот структура диска, здесь есть папочки full есть mp3 файлы, папочки full plus есть файлы windows производителя. Меня интересуют дальше всякие фотографии, но это все уже не существенно. Меня интересовали mp3, но столкнулся с такой проблемой. Вот если мы откроем mp3 в редакторе тегов, то видно что кодировка здесь используется windows и macOS ее корректно не принимает. Программа, которую я пользуюсь для оправки тегов бесплатная, которую видите на экране называется kid3, если я правильно произношу, к сожалению не имеет функции конвертации тегов. Вот для тега 2 я могу выбрать только кодировку Unicode и такой кириллический кодировок тут нет. В поисках программы для конвертации я потратил очень много времени и мне удалось найти программу не работающий через командную строку с обычным дружественным интерфейсом графическим. Называется она id3 mode. Она представлена в mac app store. Удивительно, что у ней плохие отзывы. Правда отзывы датированы в 2014 году, но и программа перестала обновляться в 2012 году. Но я качал ее на mac update из их архива, так как программа имеет бесплатный триальный период. Платить деньги за разную конвертацию мне естественно не хотелось. Здесь вот нажимаете кнопочку download на mac update и скачиваете. При попытке перейти на сайт разработчика я получила ошибку. Программа, по всей видимости, не поддерживается. Даже непонятно, кто получит эти деньги, кроме корпорации Apple, если вы купите ее в App Store. Что из себя представляет эта программа? Вот такое минималистическое окошечко. Сейчас я сразу зайду в преференсы. Не в преференсы, точнее в раздел о программе. Видите, двенадцатый год последний. 30 дней бесплатного периода. Окей. Что мы делаем? Мы берем, загружаем наши mp3, которые я уже скопировал, на десктоп. Вот называется апочка full. Убираем их и открываем. Естественно, вначале мы видим всякие непонятные символы, потому что кодировка макинтошевская. Здесь мы можем выбрать то, что нам нужно. А, вот. Я просто увеличил экран и не было видно окошечко. Вот видите, я выделил один тег, один файл точнее. И уже все сконвертировалось. Значит, мне нужно выделить все это и выбрать Windows теоретическое. Вуаля! Значит, я могу сохранить файлы, как и копию в другую директорию. Могу просто изменить теги. Я просто сохраняю теги. Так, копии уже файлов у меня есть. Запись закончена. Все отлично. Убедимся в том, что все хорошо. Фулл копия, да? И открою ее через редактор. Вот. Вижу, все хорошо. Теперь осталось сделать все аудиокни. Вот для этого используется программа аудиобук. Билдер. Создаю проект. Пишу здесь, допустим, вена. Ну и все. Осталось. Ну, сюда можно давать какую-нибудь фотографию при желании. Можно добавить информацию об авторе. Можно сделать потом в редакторе тегов. Вот. Я перетаскиваю все mp3. И вижу, что у меня прекрасно сохранилась информация из тегов. Теперь каждый файл у меня будет отдельной головой. Мне будет удобно навигировать по аудиокниге в айфоне. Нажимаем создание аудиокниги. Можно изменить, конечно, какие-то настройки. У меня уже стоят те, которыми я привык. Поэтому тут ничего менять не надо. Нажимаем создать. И книга создается. Вот если я открою iTunes, перейду в закладку аудиокниги. Вот. Аудиогид Вена. Вот я запускаю. И в закладке главы у меня есть главы. Я могу выбирать нужную мне главу. То же самое я могу делать и в айфоне. На этом я благодарю всех за внимание. Всем хорошего дня. Пр », мне подробно. Всё. Всё.